Сегодня я расскажу о жизни и религиозно-богословском наследии Мусейджа Руллаха Бейгеева. Вот его фотография, вторая половина его жизни. Сперва дата жизни. Родился в 1875 году. Есть данные, что в 1872 году и умер в 1949 году в Каире. Родился в Ростове-на-Дону, похоронен в Каире, объездил весь мир. Вот интереснейший человек, о котором мы совершенно ничего не знали. Мы могли слышать о Рюзефе Хреддинове при советской власти еще, о Каюме Насыри, о Маджане даже, о Бегееве. Я, например, ничего не знал, хотя заканчивал профильную специальность, там, татарской литературы и так далее. Поэтому уже одним вот этим своим режимом недоступности эта персона привлекает к себе внимание, должна была привлечь внимание. Но для начала я остановлюсь буквально на несколько слов о том, каким образом судьба распорядилась так, что я стал заниматься его наследием. В 1994 году я закончил факультет татарской филологии Казанского университета истории и восточных языков. И гора с плеч, обычно, наверное, с синдромом выпускника, когда кажется, что жизнь уже состоялась, учиться больше не хочется. И вот в один из дней таких я шел где-то здесь по центральной улице, мимо Черного озера, и мне навстречу попался профессор Резда Кадыра Наганеева, который у нас читал курс восточной литературы. Это был октябрь месяц, и она меня спросила после приветствий, ты поступил в аспирантуру? Я говорю, нет, я и не собираюсь. Она говорит, ну как, если ты не поступил, то кто должен вообще поступить? Вот тебе телефон, вечером мне позвонишь. Я послушал татарский мальчик, вечером позвонил. Она мне диктует другой телефон, говорит, как зовут этого человека, позвонишь, представишься, скажешь, что от меня. И вот я позвонил. Это оказался Яхай Абдулыч Абдуллин, академик, профессор. Занимался историей татарской общественной мысли, тогда это так называлось. Он меня пригласил к себе, тогда еще отдел у них был в институте языка и литературы. И такой расклад говорит, вот у нас 8 мест, 7 мест в аспирантуре уже занято, 4 очных и 3 заочных. Одно заочное свободно. И, соответственно, одна тема у нас свободная. Вот Муса Бегиев, знаешь о таком? Я говорю, нет, не знаю. Вот таким образом, у меня не было выбора фактически. И мне попалась тема, которую больше никто не выбрал. Учеба и работа на диссертации длилась 4 года, потому что заочно. И из тех 8 человек с представлением диссертации к защите закончил только я эту аспирантуру. Я, наверное, пойду так же просто по своим воспоминаниям. Начинаю работать. Я понимал, что чтобы написать что-то о человеке, нужно знать его труды. Я пошел в библиотеку Казанского университета. Взял для начала... Там были его книги, я признаюсь, они сохранились каким-то чудом. Их, наверное, около полутора десятков, может, ближе даже к двум десяткам. Это не считая статей. Я взял самую тоненькую, как мне показалось, книгу, которую мне будет легко осилить. И сразу же уперся в стену. Во-первых, языковой код. Это был совсем другой язык. Это не был язык тех же Фахреддиновых, того же Тукая, например. Это был какой-то... Мы очень сложные, нас такому языку не учили. Оказалось потом, сейчас забегая вперед, скажу, что Бегеев писал на татаро-османском языке часть своих трудов. И они легко читались на территории огромной Османской империи в то время. Она существовала в последние годы, правда, были. Последние десятилетия, вернее, истории этой империи. Но его книги там свободно читали. Во-вторых, это оказалась вершина его религиозно-богословской наследия. Это была тема о всеохватности божественной милости. Тема спорная. Книга, которую я взял, называлась «Рахмат-иляхия-бурханнара», то есть доказательства божественной милости. Тоненькая книжка, но в ней Бегеев изложил древние учения, как он говорит. Он не придумывал. Он признается, что не он автор, не к нему пришли впервые такие мысли о том, что мучения в аду будут длиться не вечно. Он ссылался и на древних исламских ученых, в том числе суфийских авторитетов, которые так или иначе затрагивали эту мысль. Потом, в отличие от них, он привел доказательства из Корана, то есть свою интерпретацию аятов о вечности наказания, как это было принято считать, по его раскладу выходило, что это не совсем так. Вот с этой вершины, может быть, я правильно даже говорю, именно вершины его философско-религиозной мысли, выраженной в этом труде, и началось мое знакомство с наследием Муса Бегеева. Тогда я, конечно, не понимал, какого масштаба этот человек. Я занимался просто рутиной, пытался перевести, я закончил, можно сказать, еще один университет, пока переводил эту книгу. В результате получилась вот такая вещь. Я здесь представил транслитерацию, и тогда еще как мог, так и перевел этот 99-й год. Родившись в Ростове-на-Дону, надо сказать, тогда страна была совсем другой, мощнейший татарский диаспор, нетронутый, даже люди могли жить там, не зная русского языка. Вот примерно в такой среде Муса Бегеев и родился. Это, как мы знаем, один из ареалов коренного места проживания татар, Пензенское, Тамбовское, вот эти области вдоль Волги, вплоть до Астрахани и Северного Кавказа. Отец у него умер рано, и поэтому воспитанием занималась его мама, Фатима, Кханум. Забегая вперед, скажу, что Муса Бегеев подписывал даже подписывал некоторые свои работы, как Ибн Фатима, то есть сын Фатимы. Это невиданное вообще дело в мусульманской традиции. Домашнее образование давало ему, Фатима, прямо дома, потом отправило его в Казань. У Бегеева был старший брат Захир Бегеев, который уже в то время учился в Казани. И мама посылала его к брату фактически. Но Муса Бегеев был в Казани недолго, попробовав вот эту затхлую атмосферу средневековую, которая царила в Медресе, он понял, что это не то, что ему нужно, вернулся домой, закончил реальный лицей у себя в Ростове и вот таким образом вошел в утреческий возраст. Вернее, вышел из утреческого возраста и вот молодым человеком уже отправился опять-таки по настоянию матери в Среднюю Азию. В знаменитые Медресе Бухары. Все-таки мама очень хотела видеть его религиозным ученым, мулой, ну и так далее. В Бухаре Бегеев опять столкнулся с той же системой. Средневековость, отсталость мысли, никакого интеллектуального движения, предрассудки, зубрежка бессмысленных книг. Вот эти свои воспоминания он отчасти отразил в книге «Араб адабияте иля лулюм исламия», то есть «Арабская литература и исламские науки». Вот эта книга переведена мною на татарский язык. И в ее начальной вступительной части как раз он описывает систему преподавания в медресе, причем, опять-таки, забегая вперед, скажу, не только среднеазиатских, просто потом, попозже он объехал половину мусульманского мира и был не понаслышке, а реально знаком с ситуацией в образовательной системе. И вот эти свои впечатления он отразил отчасти вот в этой книге. Здесь он подверг тотальной критике не только системы образования и методики, но и литературу, по которой учили тогдашних мусульман, мусульманскую молодежь. И более того, когда в 1904 году он вернулся уже не из Средней Азии, а из исламского зарубежья, он написал, что вот его вывод в общем о состоянии системы мусульманского образования, что мусульманских медресей из детей мусульман делали абсолютных безбожников, кафиров, он пишет. Вот таким выводом он пришел. И так вот после Средней Азии значит он вернулся домой, на короткое время попытался ему сразу же предлагали уже как бы место мулы, но он хотел все-таки получать светское образование, то есть опыт реального лицея. Здесь он уже попытался в Питер попасть в университет на юридический факультет, но по каким-то причинам, а причина простая, он не знал латыни, хотя это кажется странным, потому что в лицее наверное преподавали латынь, у меня такой вопрос еще остается, но он не поступил, может быть национальность не устраивала, это уж, а мы можем понять. Куда не поступил? Куда не поступил? Санкт-Петербургский императорский императорский университет. И поскольку вот его желание получить светское образование было настолько сильным, что он отправился в Стамбул. Стамбул мы знаем полностью ориентированный в то время уже на Европу, Европейская система образования, правовая система широко уже применялась. И он легко поступил там в военно-инженерную училище, но по статусу это было конечно высшее учебное заведение. Он мог бы стать инженером, военным он не рассчитывал, не собирался, но образование получил бы добротное инженерное по западным стандартам. И там же состоялась встреча с его земляком, старшим по возрасту, уже много лет работавшим в Стамбуле, татарским поэтом Мусаак и Гидзаде. Они земляки были, наверное, поэтому очень близкие у них были отношения доверительные. И Мусаак и Гидзаде, когда узнал, с какой целью сюда приехал Мусааби Гиев, видимо, пообщавшись с ним, разглядел в нем другое начало и посоветовал ему продолжать религиозное образование. И это удивительно, Мусааби Гиев, у которого мечта сбылась, он стал студентом, мог бы получить то образование, которое он хотел, вдруг резко все меняет, бросает эту военную школу. начинается его, вернее, скажем так, с одной стороны начинается его погружение, полное сознательное погружение в мир ислама, исламской учености, а с другой стороны продолжается образовательный этап его жизни. Мы сейчас говорим о первом этапе, образовательном. он пытается устроиться где-то учиться в стамбульских медресе, это его не устраивает, он отправляется на Ближний Восток, Сирия, тогда это было, ну, как Сирии, как таково не было, это называлось Шам, медресе Ирака, который на территории современного Ливана, вот эти все страны, он обошел пешком, дошел до Египта, по некоторым сообщениям, он даже в Хиджаз захаживал, Хиджаз, это современная территория, часть территории Саудовской Аравии, где Мекка и Медина располагаются, якобы он там тоже бывал, по разным данным, но вот точно известно, что он каким-то путем все-таки дошел до Алясхара в Египте, в Каире, потому что есть и фотографии, есть и воспоминания, группа татарских юношей там училась, в том числе и Зияддин Камали, будущий выдающийся мыслитель и переводчик Корана, кстати, на татарский язык тоже. В Алясхаре он близко познакомился с Мухаммадом Абдо, тогдашним муфтием Египта, Рашидом Реда, который издавал журнал Альманар. То есть это было такая интеллектуальная ядро мусульманских модернистов, я вот так пока осторожных назову. Вот в этой среде Мусааби Егип некоторое время общался, а потом вообще удивительное дело, он оказался в Индии. А Индия тогда еще опять-таки это была британская территория, колониальная территория под британским правлением, но как мы знаем очень большой компонент мусульман в Индии и со своими традициями, своей древней историей, учебными заведениями наверное вот это его и привлекло и он какое-то время учился и в Индии тоже. Но учился как? Вот об этом надо отдельно сказать. Мусааби не бывало так, что он наверное бывало, что он пришел как послушный юноша в класс и сидел слушал потом это ему надоедало, потому что абсолютно бесполезное знание, я же говорю, повторяюсь. Поэтому он сам находил себе учителей, сам каким-то образом зарабатывал на то, чтобы если учеба предполагалась платная, но платили каким образом? Он переписывал для своих учителей какие-то работы ученых например западных или переводил их опять-таки если были с русского языка, в Средней Азии когда он был например, он для своих устазов то есть наставников переводил книги по математике с русского языка по философии то есть даже в Средней Азии были такие так называемые джадиды они не не были такими скажем распиаренными говоря современным языком персонами тихонько вели свое дело потому что пиариться в Средней Азии это смертеподобно мы помним опыт Абунасыра Курсави но Дбигиев находил везде таких людей я сказал Средней Азии в Алясхаре опять-таки какие люди Мухаммад Абду например и в Индии то же самое но Курсави когда да в Средней Азии когда учился в тех же краях он вступил спор об атрибутах Аллаха он сказал это вообще не наше дело разбираться по сути не нашего ума это дело что такое сколько атрибутов а вы говорите 8 а я говорю 7 например буквально в таком кураже его подловили давая смертную казнь как все книги сожгли ему удалось каким-то образом в последний вагон заскочить и спасти свою жизнь буквально да вот такие истории и значит после Индии Мухаммад Абду возвращается домой недолгая побывка на родине в Ростове у мамы опять-таки заманчивое предложение уже быть чуть ли не ахуном там значит это военный мула то есть его авторитет был сразу признан и безоговорочно хотя вот например ректор болгарской исламской академии мой руководитель в свое время Рафик Мухаммедшин он говорит что все наши ну я осторожно применяю этот термин реформаторы исламские они получили классическое исламское образование которое Бедеев как раз в пух и прах и разнес но это сомнительный вопрос насколько они они были знакомы с этим образом и они его не принимали в таком виде в каком оно существовало но мухаммедшин прав в том что они знали его в любом случае но то что они получили это образование я настаивать не буду они они наверное хватало прикосновения одного хотя материалом конечно они владели оно оно не было базовым но они его были вынуждены знать чтобы разговаривать с умой на ее на понятном языке хотя я считаю что люди мало понимали вообще о чем там идет речь если даже взять то что сейчас издают из той древней классической с таким пиететом и трепетом вот это наши чуть ли не священные прямо у них готова соскочить с языка вот это слово наши священные древние книги но лично я когда пытаюсь понять о чем там либо я как бы умом не вышел но я не могу понять это поток мыслей они вроде о чем-то но никакого ядра там зерна ниже просто голимая бессмысленная бессмысленный поток слов вот я так это воспринимаю Бегеев вернулся в четвертом году в Россию и вот его первый этап жизни на этом завершился образовательный его называют я называю с четвертый год пятый мы знаем в России начинаются большие перемены политические там революция первая бегеев бегеев поселяется в Питере кстати он становится все-таки вольным слушателем юрфака санкт-петербургского университета но тут вот эти все реализационные ситуации и мощнейшая татарская диаспора в Питере в Санкт-Петербурге тогда еще он вливается в политическую борьбу национально-озвободительную вот эти все движения принимают участие в первых съездах в исторических мусульман Российской империи более того он настолько был дисциплинированный человек что во-первых он входил в оргкомитет а во-вторых он не позволял документам растекаться принятым документам и все протоколы он собирал и издавал отдельными трудами их у меня вот неизвестно что несколько таких сборников он издал и по признанию турецкого историка татарского происхождения Надир Давлет многие наверное слышали когда я с ним в личной беседе затронул тем он говорит вот книга Ислахат Асаслара основа реформирования то есть комплект документов мусульманских съездов он говорит без этой книги мы бы не могли представить себе историю татарского политического национально-освободительного движения настолько важная работа хотя бы уже за нее Бегееву можно было поставить памятник в наших умах и сердцах Затем как мы знаем с революцией там не получилось началось на через годы реакции и Муса Бегеев по какой-то причине перебрался в Казань это был примерно седьмой-восьмой девятые годы вот это точно известно что в восемь-девятом он был в Казани здесь он издает начинает издавать продолжает вернее издавать книги вот короткий список в Петербурге в пятом году он издал одну книгу а в седьмом году в Казани уже начинается казанский цикл в седьмом году еще одна в восьмом еще одна и в девятом аж четыре книги сразу в основном на что делает упор Бегеев первый его изданный труд называется история Корана и его списков или сводов работа небольшая в оригинале она занимает тридцать восемь страниц работа очень оказалась оригинальной и ее опубликовал перепечатал даже журнал Альманар в седьмом году в Египте она написана на арабском языке вот эту работу издали в Москве духовный управление мусульман РФ здесь факсимиле и перевод на русский язык вот я отправлю вам посмотрите пока вот таким образом до революции семнадцатого года Бегеев ведет очень активную жизнь как мусульманский и богослов и религиозный мыслитель и педагог и издатель газет и публицист ну в общем и общественный деятель и даже может быть политический деятель и так с четвертого по семнадцатый год вот здесь есть ряд моментов на которых в его жизни ряд таких точек на которых надо обязательно остановиться я считаю первое из них это вопрос о ошибках в Коране я же пару минут назад говорил с чего как бы начинал мусульманский вот эта книга его первая она посвящена Корану с пятого по девятый и даже дальше десятые годы он издает несколько книг древних мусульманских ученых средневековых которые были незаслуженно забыты и он их буквально возвратил к жизни он их редактировал давал комментарии писал вступительные слова разъяснял для чего эта книга нужна он их приводил в соответствии с потребностями на его взгляд существовавшими актуальными потребностями в области татарского религиозного образования такие я их называю адаптированно комментированные переиздания вот этих работ причем они некоторые изданных им книг потом обретали вторую жизнь уже на мусульманском востоке то есть когда видели что в России такие вещи изданы просто видимо там становилось не по себе что а как мы такое упустили вот это это я к тому что в мусульманском мире в образовательной и в интеллектуальной сфере настолько было все подавлено там или уже как это сказать заезжено что ничего нового и вот получается древние авторы писали удивительные вещи они где-то там терялись они не вписывались в общую общий тренд развития развитие деградации вернее интеллектуальной не вписывали беги их воскрешал и потом на востоке опять понимали а вот это же наше это же надо татары издали а мы что и издавали тоже это коран одна из основных тем мусы бегиева здесь и стили чтения и история сводов и многие-многие другие аспекты коранических наук вплоть до значений то есть насколько детально вплоть до значений отдельных сочетаний буквенных которые мы знаем есть коране в ряде сур начинаются отдельным буквам никто не знает что это вот это вопрос он тоже рассмотрен интерес к корану кораническим исследованием у бегиева сохранялся на протяжении всей жизни это можно сказать сквозная может быть даже красной нитью я бы сказал но у него их было несколько таких красных нитей и вот ошибки корана 9 год казань феврале 9 года казанская мусульманская община была взволнована распространившимся сперва считали слухом что какой-то там молодой ученый значит обнаружил ошибки в казанских изданиях корана слухи набирали обороты как снежный ком все это нарастало нарастало и в конце концов один из казанских баев юнусов если я не ошибаюсь решил расставить точки нады и объявил что у себя дома он собирает всех интересующихся а также возмутители спокойствия мусульманская чтобы тот дал объяснение по этому поводу собралось много народу около 300 человек в доме юнусова сперва было объявлено о причинах сбора ну как бы официальное представление мусульманская гиева понятное дело возмущение гул недовольные крики там выскочка и так далее потом предоставили слово беги его и он разъяснил в чем дело оказалось что он не говорит об ошибках в коране как это слухи же всегда что испорчен телефон искажает он говорит об ошибках графического облика корана графический облик корана это что это фундаментальная как бы основа корана мы знаем что впервые когда коран был собран еще несколько десятилетий он существовал без огласовок так называемых только одни буквы причем даже точек на буквах и под буквами не ставилось вот это был первый раз корана потом понимая что чтение стиле чтения и смысл слов очень сильно зависит от их правильного произношения и восприятия были расставлены точки и огласовки так называемые которые обозначают короткие гласные звуки вот это был уже разом который был утвержден в качестве официального и принят как бы для распространения во всем мусульманском мире постепенно это дело конечно распространялось но понятное дело что типографии же не было чтобы один раз издать и всех как бы унифицированный графический облик и когда вопрос стал о казанском коране а казань был первым городом где коран был то есть в России казань я говорю неправильно в Питере впервые появился печатный коран а в промышленных масштабах скажем он уже стал печататься в казани этим делом занимались в Питере двое военных татар которым было предписано это дело осуществить понятное дело они были образованы для своего времени и они разработали шрифт с известной своей легкостью восприятия для восприятия казанской чейфт он Мулаус Манов один из них я помню вот эти ошибки прокрались уже в тот момент потому что с уровнем образования медресе они не могли знать всех тонкостей графического облика корана и где-то они допускали ошибки их бегиев насчитал более 60 они конечно не меняли как бы смысла корана но при неправильном прочтении возможно было что и смыслы изменялись отдельных слов но и вообще текст священный неприкосновенного не должен меняться это же скандальное дело поэтому толпа быстро притихла и уже внимала бегиев с открытыми ртами а потом по результатам было вообще-то два заседания то есть за один раз они не управились народ потребовал еще продолжение и вот после второго собрания наиболее скажем популярные и авторитетные деятели татарской казанской мусульманской общины они собрались почесали затылки и поняли что с этим надо что-то делать потому что казанское издание корана вот тот принт который был сделан он распространился успел распространиться по всему мусульманскому миру он и в Индии даже издавался и в Османской империи я говорю здесь и Остамбуле и Окаире и поэтому была создана комиссия которая еще раз села и проверила все то на что указал Бегиев они признали полностью правоту Бегиева и приняли специальный циркуляр который отправили по различным издательствам исламского мира что такие-то ошибки у нас есть пардон просим прощения но их надо исправлять вот это был такой первый триумф Бегиева кстати скажу поскольку я говорю сейчас о Бегиеве и его коранических исследованиях Муса Бегиев вот сказать он знал Коран это ничего не сказать но Коран Хафиз наизусть он его знал это однозначно более того сейчас забегая вперед я скажу когда в 23-м 22-м 23-м годах была неприятна такая история он был арестован НКВД тогда ГУПО НКВД название менялось у них и в ходе допроса ему задают вопрос на каком основании вы входите в контакт с дипломатическим представителем дипломатического корпуса иностранного государства решила о турках которые по приглашению советского правительства посещали среднеазиатский регион чтобы ознакомиться с тем как там живут мусульмане Абигиев как раз был в Ташкенте и вступил в контакт я сейчас об этом останавливаться не буду но важно здесь услышать то как Абигиев ответил он сказал что я сам читал эти документы я делаю это как представитель советских мусульман то есть это надо понимать очень сильное заявление для тех условий когда как бы параллельная власть существует так получается мусульмане сами по себе их представители я вступаю в контакт а на каком основании вы это делаете что вы представьте да и вот он здесь говорит а я лучше всех знаю коран меня это немножко удивило как бы бахваст выглядит оказывается нет абсолютно был адекватен и не преувеличивал вот муфти наши нынешние муфти Камиль Хазрат Самигулин когда учился у своих шейхов Турции они тоже знали о Бигиеве эти разговоры ходили вообще в Турции Бигиев до сих пор популярен поэтому неудивительно что Самигулин там о нем слышал и он мне сам говорил что Бигиев оказывается был знадоком вот говорят о 7 стилях рецитации корана как бы официальных а есть на самом деле их 10 и Бигиев был знадоком всех 10 причем он в Мекке да и он в Мекке преподавал эту науку то есть он не только в России был лучшим знадоком корана а одним из наверное немногих которые в мусульманском мире владели в такой степени этими знаниями вот это и дальше у нас что вот таким образом блеснув в Казани Муса Бигиев удостоился чести быть приглашенным в Оренбургское медресе Хусаиния здесь тоже интересный этап его жизни здесь он познакомил студентов со своим учением о всеохватности Божьей милости конечно возник скандал шакирды были в восторге а администрация была в шоке как это это же противоречит всему чему мы знаем ну и там были еще интриги что вопрос о ректоре там решался и Бигиев был одним из кандидатов на этот пост но были и другие которые хотели ну в общем целая подковерная возня история в результате Бигиева отстранили от преподавания причем буквально через несколько дней из-за студенческих протестов были вынуждены вернуться к этой теме а потом написать откатную то есть пригласить его обратно но Бигиев уже отказался он уже уехал к этому моменту из Оренбурга а эти лекции что удивительно Рязафа Хрединов да казалось бы ну стоп который хранитель традиционного там и всего как Кадий тогда верховный судья шариатский он вдруг начинает публиковать эти лекции Бигиева в журнале Шура это выглядит как подливание масла в огонь но потом Фахрединов пишет книгу проблема Божьей милости и он объясняет что Бигиев затронул очень важный вопрос который если мы сейчас даже не осознаем его степени реальной степени его важности он не обязательно станет таким завтра и вообще будущее исламского мира зависит от того как этот вопрос будет решен поэтому шуметь не надо надо просто разбираться что сказал Бигиев на основании чего сказал Бигиев и вообще он не был первым кто это сказал это было у древних и Рязафа Хрединов фактически в своей работе приводит конспект трактата средневекового ученого то есть путь душ страну радости именно о посмертных состояниях и что там и как там что такое адрай насколько там долго вот эти вопросы там были рассмотрены то есть с одной стороны мы видим волнение такой серой забитой массы которая считает что она уже знает истину а с другой стороны такие авторитетные люди они все-таки пытались вот в это темное царство запустить луч света с одной стороны успокоить с другой стороны дать больше знаний чтобы люди предметно рассуждали они просто грубо грубо кричали там что распни его и распни хотя призывы к смерти тоже звучали что Бегеева нужно казнить в общем это была удивительная целая полемическая буря в татарской прессе которая на протяжении скелет не утихала пока Бегеев писал такие вещи с одной стороны нам в наше время просто я бы сказал я например считаю что мы одной десятой доли даже той активности не проявляем которые проявляли в то время мусульмане именно в сфере смы печатного слова даже наши разговоры которые были осенние там состояние языка татарского это так легкая рябь по сравнению с тем что какая была реакция на труды Бегеев причем это же речь не только о России и в Османской империи пресса бушевала но я до этого дойду если не забуду еще об этом тоже скажу вот таким образом у нас идет дореволюционный этап но я его не разделяю не заканчивая семнадцатым годом потому что Бегеев из России из Советского Союза даже это удивительно звучит он был вынужден покинуть страну в тридцатом году до 1930 до 1930 он жил это вообще удивительные вещи происходили например сперва революция принял с восторгом потому что наконец-то диктат православия как он считал это я так понимаю отступил то есть он схватился за идею отделения религии от государства и школы от религии то есть он это считал как бы одинаковыми стартами условиями как для православных так и для мусульман но другие лозунги большевистские возможно его ввели в заблуждение он даже активно начинает издательскую деятельность то есть создает газету активно пишет в ней вот такая была эйфория у него что пришла свобода даже такие слова у него встречались но потом он понял что дело совсем не так и это в его книгах не отражается конечно но все эти события которые там происходили кроштадский мятеж и другие да и состояние народа он по стране ездил очень много он не сидел на месте видимо это его очень быстро быстро привело в чувство и он понял что что случилось на самом деле поэтому можно сказать что с 17 или 18 годов он уже не писал в России точно не печатался но он писал да например в 23-м году появилась его книга уже издавал он свои работы за границей видимо у нас не было возможности в Берлине например ряд его книг был издан в 27-м году в Турции в 22-м 23-м осенью 22-го я уже говорил его арестовали ташкентская ЧК в момент передачи турецким дипломатам не военной тайны как это сейчас бывает звучит просто он написал обращение турецкому парламенту и вот этот документ он вручал турецким дипломатам чтобы те его доставили по адресу и зачитали беги фигура авторитетная наверняка это произошло бы если бы обстоятельства сложились чуть-чуть по-другому но нам неизвестно читалось ли это в парламенте более того я к этому вопросу еще вернусь это обращение послужило поводом для его ареста вот я уже повторюсь допросы были на каком основании потом его заставили перевести текст этого документа обращения к турецкому парламенту с татарского на русский в архивно-следственном деле который в ФСБ центральном архиве ФСБ хранится этот документ присутствует и я имел честь его подготовить для печати он был издан в рамках антологии татарской благословской мысли оригинальный текст не обнаружен до сих пор если я не забуду я к этому еще в дальнейшем вернусь а пока тюрьма Лубянка Бегиев пишет объяснительные ходит на допросы и короткая записка там попадается которая написала своя женя она осталась в деле видимо ее жене не передали но он пишет в ней я целую твои ноги то есть это показывает насколько он был еще и человеком тонким очень любящим свою жену свою семью и он пишет что у него все в порядке беспокоиться не надо ничего передавать ему не надо все у него есть я не знаю чем бы эта история закончилась но ситуация с арестом выдающегося исламского ученого она произвела большой шум в мусульманском мире особенно в Османской империи и в финской татарской диаспории Финляндия же успела тогда уже отделиться это же было зарубежье и вот они подняли такую волну что советское правительство а я повторюсь оно с Турцией тогда очень дружило было вынуждено Бегеева нет не отпустить его сослали в Москву на три года это было 23 значит в 26 году срок в декабре заканчивался вот три года ссылки причем Муса Бегеев не был ограничен в возможностях общаться перемещаться по Москве переписываться встречаться с зарубежными мусульманскими учеными кстати они тогда из Индии очень активно ездили в советскую Россию потому что Россия как бы Советский Союз против колониализма в Индии война с британцами мусульмане тоже значит активную участие принимают их оттуда высылает британская власть они куда вот они по миру рассеивались часто попадали в Афгане например в Россию приезжал советскую другие индийские ученые с мировыми именами приезжали и совсем Бегеев встречался в Москве будучи под фактически состояние ссыльного пониженного в правах там как это называется но наиболее интересные вещи начинается когда после этого 24 года когда был упразднен халифат осознана турецкая республика и мусульмане во всем мире озадачились вопросом а как быть то теперь а кто у нас халифат и вообще что с этим делать и было решено провести конгрессы их называют халифатскими но официально они так не назывались они назывались по-другому правда вопрос халифата был включен в повестку дня в 26 году я сейчас как раз к этому и веду значит весной 26 года планировалось собрать так называемый халифатский конгресс в Каире был создан оргкомитет были разосланы приглашения потому что надо было собрать кворум максимально большой от всех общин мусульман где бы они только не были речь идет в основном о мусульманском востоке Евразии интересное дело что представитель например то что сейчас в Уфе находится тогда было дом как он назывался ОМДС Оренбургское мусульман духовное собрание это еще при империи потом оно возможно было переименовано но из Афахардинов там был муфти и от имени российских мусульман они отказались ехать в Каир и написали отказанную что мы не признаем и причем не только советские мусульмане получается не признали многие мусульмане из зарубежья тоже не признавали Каирский конгресс потому что считали что он проводится под полным контролем британских властей и там тоже Британия и в интересах британцев а египтяне выступают только как марионетки в их руках поэтому это было оскорбительно конгресс состоялся причем Бегиев тоже получил приглашение причем получил приглашение не как организация а как отдельно взятый персонаж в силу своего авторитета и что интересно вот это же 26-й год он находится в состоянии ссыльного и советская власть ему дает разрешение пожалуйста выезжай участвуй и он поехал самое интересное правда его Британия не допустила до участия в конгрессе поэтому он занимал своими делами в Стамбуле в это время и ему был просто хороший повод выехать за границу это я к тому что вот какова она была тогда советская власть тоже да оказывается интересные вещи а поскольку кворум на Каирском конгрессе не собрался его решение не имели легитимной силы и он сам сам собой как-то вот схлопнулся и сошел на нет зато был решен вопрос о проведении опять-таки халифатского конгресса в Мекке в том же году во время хаджа под эгидой Ибн Сауда который тогда усиленно только что закончил воевать только что покорил скажем вот эти все территории вплоть до даже частично Йемена отчего у них конфликты были там с Йеменом всегда и сейчас кстати то же самое и это мероприятие состоялось опять-таки был создан оргкомитет опять Бегиев получает приглашение это 27-й год пардон 26-й 26-й почему я говорю 27-й потому что 27-й он тоже Бегиев Павел 26-й вот этот конгресс состоялся он имел кворум было огромное количество делегатов наши тоже поехали и Бегиев в их числе тоже поехал теперь за один год два раза он получает разрешение на выезд это уже интересно фактически человек который находится под арестом теперь наступает 27-й год Муса Бегиев срок ссылки вышел 26-й закончился Муса Бегиев значит возвращается домой 27-й год начало он проводит с семьей и в мае уезжает в хадж то есть ему опять дают разрешение но на этот раз он едет в хадж именно такую просьбу он подавал насколько мне известно но на самом деле не только хадж хадж состоялся да Бегиев еще и участвует в работе оргкомитета халифатского конгресса предполагалось что в 26-м году было решено что его будут собирать ежегодно во время хаджа в Мекке но по каким-то причинам Ибн Сауд охладел к этому делу и под свое крыло не взял но оргкомитет продолжал действовать вот они собрались и Бегиев активное участие принимал в работе этого органа они принимали какие-то резолюции документы ВКонтакте старались все-таки сохранить контакт с Ибн Саудом известно что они писали некоторые документы в его адрес причем Бегиев их редактировал писал даже их просто редактировали текст Бегиева уже вот эти коллеги садились и решали то есть документы которые писал Бегиев подали на стол Ибн Сауда ахаджи 27-го года мы узнали благодаря тому что чудом сохранились дневники Бегиева в национальной библиотеке Анкары когда я просматривал я наткнулся на этот текст и понял что это очень важный документ и его нужно опубликовать вот первый опыт издания вот в этой книге у меня она вышла на том языке на котором писал Бегиев это транслитерация но вступительное слово конечно все это написано мною на современном языке а так здесь мы имеем фоксимиле документа и транслитерацию а также фотографии той пары которые имеют отношение это дневники Бегиева собственно говоря о записке ахаджи как это все происходило о встречах с какими-то людьми и очень много информации перевод этой части еще не закончен именно о работе оргкомитета халифатского так называемого конгресса я тоже отправлю вот это событие 27 года а потом 30 год кстати вот еще один момент в 20-е годы я сейчас точно не скажу в первой плане или во второй Муса Бегиев принимал участие не принимал участие он зашел как частное лицо на отчетное собрание оно проходило в Москве татарских писателей которые совершили поездку по стране а потом как бы собрались и провели такое мероприятие кто что нашел кто что видел о чем будем писать возможно такие речи шли Муса Бегиев присутствовал опять-таки повторяюсь как частное лицо просто зашел посидеть послушать его освистали и он был вынужден уйти из зала об этом писал Кави Нажми который был тогда молодой писатель он не писал с такой ехидством таким как что вот изгнали просто он констатирует факт вот зашел Муса Бегиев его все знали многие возможно даже его учениками там были но вот это вот причем не только свистеть топали ногами в общем вот в таком такой атмосфере он не мог оставаться он просто ушел из зала вот это отношение как поменялось и это я к чему к тому что в 30-м году окончательно понял что здесь делать нечего причем уже репрессии частично уже начались и он в 30-м году тайком когда был в Средней Азии ему помогли перебраться через китайскую границу СССР и Китая вот таким образом он бежал оказавшись по современному это называется Синьцзянь Уйгурский автономный округ но там была очень большая татарская диаспора во-первых во-вторых и уйгуру сами тоже очень близкий народ и очень ценили Бегеева и он даже планировал там остаться основать свое медресе и начать просто учить молодежь мусульманскую и тут другая интересная вещь Китай Китай сам тогда по уши погрязся в каких-то и внутренних и внешних там с Японии там Маньчжура и там так далее одни проблемы там Белая Гвардия там огромная армия собралась вот ими не занимались послали конвой чтобы арестовать Бегеева это через всю страну вот там белые сидят да не знаю бухают и кого бы там японцы наседают нет надо было Бегеева значит арестовали правда сажать не стали а просто зная насколько он авторитетный человек просто посадили на лошадь целый конвойный отряд и отправили к афганской границе и Бегеев в одной из книг пишет красивым татарским языком болтат и меган урман нар аркала представляете хребт и тенчане горы зима же идет еще он же в ноябре в ноябре он перешел границу а весной спустился с горы уже в Афганистане то его довели до границы и все ты свободен и в Афганистане его встречает сам король Надир Шах и говорит Муса Афенде все что угодно пожалуйста причем Муса Бегеев Кабул называл лучшим в климатическом отношении райским уголком вообще всего мусульманского мира и он хотел бы здесь остаться но это было наверное давно а в это время он уже имел другие планы хотя Надир Шах его и приглашал но Бегеев не остался хотя услугу ему Надир Шах оказал он ему выписал паспорт Бегеев же побежал тайком паспорта не было и он путешествовал дальнейшей своей жизни как гражданин Афганистана вот так теперь я немножко вернусь назад что стало семьей шестеро детей жена живут все в Ленинграде причем интересно даже некоторый шок такой испытываешь когда видишь что некоторые книги они изданы были в Берлине скажем там 20 какие-то 27 а в Турции в 27 году да а написано то есть автор же подписывает Мусаджер Улах такой-то год Ленинград он писал в Ленинграде да это удивительно все-таки так вот что стало семьей это удивительно но репрессиям они не подверглись самое страшное что с ними случилось это их выслали из Ленинграда и распределили по нескольким городам я знаю точно что Вологда Уфа возможно Казань то есть семью рассредоточили но никого не казнили не сажали имущество не отбирали во-первых какие выводы это спасло семью от блокады в 41 году а во-вторых и это наиболее даже интересно вот мне посчастливилось успеть познакомиться с его младшей дочерью Фатима по ее звали она сказала удивительную вещь что мы вроде бы и дети врага народа были но когда я училась а это сталинские времена я была сталинской стипендиаткой что хотите то и говорите младшая дочь она умерла где-то в конце в начале 2000-х 2003-м возможно она жила в Ленинграде всю жизнь но они общались но часть семьи осталась в Уфе я знаю но это отдельная история я вот этими вопросами не занимался не а это это да это отдельная история два сына у него еще было один видимо после уже всех этих ссылок и так далее осел на Урале он стал известным металлургом у него даже книги но семья обрусела насколько я знаю а другой сын был авиаконструктор ходили слухи что во время войны он улетел на самолете к немцам это были слухи никто не мог ничего привести никаких доказательств и это я забегаю вперед и лишь недавно вот Ильшат Гемодеев надыбал в интернете книгу которую написали два немецких историка на немецком языке и там они они рассматривали вопрос вообще о мусульмане в Германии между двух войн да то есть Первая Мира Вторая Мира война и конечно куда бы они там не ткнулись ведь массовая миграция из внешнего исламского мира началась после войны а до того в основном имели с татарами частично башкирами да немцы и конечно они натыкаются на татар конечно они попадают на фамилию Бегеева а потом выясняют что еще Бегеев в концлагере сидел это его сын интересный вот они этот вопрос решили это я сейчас просто объявлю чтобы больше никаких кривотулков не ходило а его сыне который якобы бежал он был в концлагере он был действительно в воздушном бою сбит взят в плен посажен в концлагерь а потом когда выяснилось что это такой человек а выяснилось каким образом каким-то образом дошли до Бегеева вести что сын в концлагере и Бегеев обращается к муфтию Иерусалима Аль-Хусейни который был на короткой ноге с Гитлером с просьбой как-то все-таки похлопотать может быть и Хусейни делает это почему мы узнаем что он делает а потому что к Бегееву приходит туда к сыну его делегация больших начальников вызывает его и говорят давай с нами сотрудничать мы тебя отсюда достаем он говорит он отказался это немцы пишут своими исследованиями что он отказался и он остался в лагере правда после войны он выжил он не вернулся в Советский Союз каким-то образом ему удалось остаться в Германии наверное только благодаря тому я считаю к нам приезжала одна немецкая ученая которая исследует тоже мусульманскую тему вот эту татарскую именно в Германии она говорила что некоторые татарские активисты которые имели турецкие паспорта они подсуетились и многим татарам которые там были в плену оформили турецкое гражданство поэтому их не могли выдернуть обратно в Союз возможно сын Бегеев вот этим путем пошел и остался но вот такая история по крайней мере он предателем не был во время войны он не предавал а Бегеев имел конечно желание с ним встретиться и мог бы наверное встретиться 45-й год война закончилась в 49-м Муса Бегеев умер но видимо уже настолько был стар что ему просто друзья не позволили ехать в Германию а почему сын не приехал я не знаю может быть какие-то семейные были там напряжение там может быть непонятки какие-то да это вопрос темный и возвращаясь к Бегееву о биографии Дуга я говорю вот с 30-го года до 49-го вся жизнь у него проходит в странствиях по мусульманскому востоку не только восток а еще и в Германию он успел побыть до до Гитлера до уже в годы прихода к власти фашистов он еще был в Берлине издавал книги он Финляндию посещал в основном Турция Ирак Иран вот этот известный его трактат критики шиитов это отдельная история вообще она настолько большую критик шиитских воззрений я так называю по-короткому она настолько большую волну вызвала я бы не скажу возмущение а интеллектуального всплеска то есть 7 известных 7 опровержений которые выдающиеся иранские шиитские ученые написали в адрес этой книги Бегеева они так и назывались он же своей книге задает вопросы их было 7 насколько я знаю и вот они отвечают на эти 7 вопросов Бегеева целые трактаты пишут то есть такая была апологетика с их стороны шиизма против я не скажу что нападок Бегеев никогда не оскорблял никого он просто писал ребят ну посмотрите у вас как это можно понимать а вот вот с этим как быть да очень мягко он это делал причем издание вот этой книги Мусы Бегеева Аль-Ваши Гада то есть критика шиитов она продолжает до сих пор в исламском мире до сих пор ее переиздают и до сих пор шииты переиздают свои ответы интересно как пятно иною Питере да такой очаг интеллектуальный какой-то напряженности в хорошем смысле он создал ну вот кстати интересно что в 36 году Мусу Бегеева приглашает к себе Абдрашид Ибрагимов который к тому времени обосновался уже в Японии там и мечеть построили и общину и же японцы принимают ислам и вот он Бегеева давай к нам погостишь открытие мечети как раз в Токио по этому поводу Бегеев туда поехал и он остался там на три года вплоть до начала Второй мировой войны причем он не просто сидел в гостях там и пил чай они с Абдрашид Ибрагимовым путешествовали по всем голландским колониям которые там были это современная Индонезия Малайзия там и так далее причем их путешествия были имели миссионерско образовательный характер они и учили исламу желающих и рассказывали об исламе и встречались с мусульманской элитой и с государственной которая в будущем построила там независимое государство причем некоторые из них мусульманские да как мы знаем причем они вот модель ислама там она совсем другая чем на Арабском Востоке совсем другая и причем делаются серьезные такие как бы гипотезы существуют что они Бегиевли с Абдрашидом Хазратом заложили такие основы понимания ислама что он там на Юго-Восточной Азии очень сильно отличается от арабского ислама жестокого и кровожадного вот когда началась война Бегиев метнулся в Анкару хотел в Турцию но ехать надо через Индию а там опять Британия его арестовали посадили в тюрьму причем даже в тюрьму как иностранно известная персона все-таки да и что происходит губернатор той индийской ну тогда еще британской Индии вот губернии который там или территории губернатор Индус да он идет к колониальной администрации и выбивает для Бегиева домашний арест вот кто ты такой чтобы о тебе хлопотали первые лица там да скажем из элиты а вот он такой был это удивительно вообще и по домашним арестом если посмотреть на списке книг это наверное был один из наиболее плодотворных периодов его жизни смотрите в 39 его берут под надзор и он издает в 44-46 годах раз два шесть десять книг вот просто человек сидел деваться некуда ехать некуда и он писал причем я некоторые книги видел он средства выручены от продажи этих книг все они на богословские темы все они на арабском языке уже написаны в то время он передавал в пользу детей сирот которые оставались в семьях тех индусов которые погибали на фронтах второй мировой войны то есть себе в карман он ничего не клал и после войны он наконец получил возможность путешествовать обратно и перебрался в Анкару там в Турцию то есть встречался со своими коллегами друзьями но по старости уже предпочел все-таки перебраться в Каир где и закончил свои дни причем был похоронен с почестями был похоронен на королевском кладбище и вот его могила даже сообщалось что она нашлась а потом вот мы пока найти не можно потом пошли пришли вообще уже печальные слухи что якобы там продолжили дорогу и могила как бы не существует но это все еще нужно проверить вот так теперь об идеях Мусаби Геев вообще произвел революцию в исламе причем революция в каком смысле его попытка возвратить право человеку свободно мыслить исламскими категориями не цепляться за старые догмы например его нельзя его хочется назвать реформатором но он не реформатор я сам читал я раньше тоже называл думал у нас так принято было мусульманский реформатор как бы уже официально принятый штамп нет Мусаби Геев говорил про реформаторов хотя его называли мусульманским лютером что ислам не нуждается в реформе нам не нужны лютеры да лютер мы знаем он реформировал религию а Бегеев говорит не нужно реформировать ислам нужно реформировать наше понимание ислама наше понимание ислама теперь я вернусь Джадидли он к Джадидам тоже себя не относил потому что это узкое достаточно понятие Джадидович ну да он преподавал по-своему конечно он был джадидом в этом смысле но джадидизм он как бы не затратить идеологию а Бегеев же идеолог был и модернист ли он ну вот вот это еще вопрос надо решать хотя сам бы он себя вряд ли назвал бы модернистом он скорее приверженец возрождения ислама ну как как он вот например вода в стакане да в ней можно чернила надеть все что угодно цвет поменяет вкус поменяет он был за то чтобы очистить ее так чтобы она такая же была пригодной для питья но вот Бегеев говорил что нам лютеры не нужны это его мнение последнее вот то что я самый свежий Бегеев считаю что он против масхабов был и так далее да ходят такие слухи но на самом деле последний работ который его переводил он говорит нам не нужно отказываться от масхабов нам нужно просто преодолеть вот этот интеллектуальный плен в который мы загнали что масхабов только себя истинно он говорит мы масхабы должны изучать мы должны иметь право свободно размышлять об их решении подвергать их критике потому что очень много там было изъянов он их находил и показывал что полный абсурд там происходил и такие вещи он критиковал за что его и не принимали потому что люди же так устроены что вот они будут цепляться за своих идолов пока пока не умрут на них но зато будут думать что мы умираем во имя Аллаха Бегиев такие вещи не говорил наоборот например если вернуться 12 год когда он написал книгу пост в долгие дни он же исходит из посылки о том что Аллах создал эту религию для облегчения жизни людей а не для усложнения и он говорит а представьте люди по 20 часов должны поститься а если взять регионы по севернее там вообще не наступает ночь и они в шахтах и они в полях умирают от жажды и от голода и вообще разве это может в человеке возбудить любовь к исламу они скорее сжав зубы будут терпеть они не будут проклинать он говорит свою религию конечно но вот это нечеловеческие страдания которые им приходится терпеть они свое воздействие конечно оказывают и он попытался избавить людей от этого и на основании коранических аятов а также аятов сунны хадисов сунны он доказывает что после такие дни мусульманам в северных широтах соблюдать не следует и даже не следует так называемый исполнять кафара то есть в исполнении просто ну это надо читать это огромная толстяная книга причем он специально ездил в Финляндию тогда еще часть империи же ездил на гору Авасакса которая находится недалеко от северного полярного круга и наблюдал не заходящее солнце и вообще это надо читать это само по себе отдельное художественное произведение очень впечатлительно впечатляющее по своему содержанию и эмоциональному накалу вот эти моменты особенно как солнце не заходит и все переворачивает сознание буквально вот это отразил надо было нас пригласить вот этих древних которые вдолбливали сюда и посмотреть на не заходящее солнце чтобы они сказали интересно он так пишет так вот теперь я хочу мне еще нужно сказать об отношении к Бегееву в наши дни в духовном управлении Российской Федерации это московская команда наших мусульман братьев они подняли Бегеева как флаг то есть они в нем вот в этом направлении видят развитие ислама причем Мухти Равиль Генудин неоднократно это говорил причем он даже экспериментировал ну имеет человек возможность он выступая в Казанском университете говорил вот мы провели недельную конференцию международную в Лондоне в пятизвежих отелях разместили выдающихся современных исламских ученых пригласили их со всего мира кормили поели экскурсии мероприятия живите наслаждайтесь и мы просто послушать я их послушал он говорит это настолько узкий взгляд он говорит на жизнь они не понимают что вокруг их кипит огромная человеческая цивилизация вот они заширены лошади и ничего не надо этого мира вокруг не существует у тех ученых которых он слушал это говорит выдающийся Хагайну Дин он пришел таком выводу они абсолютно не видят вокруг себя ничего они живут вот этими установками средневековыми тысячелетней давности вот это их правда в университете выступал на лекции может быть он даже где-то в интернете выложено я думаю на ресурсах университета вот это один подход они кстати вот издают там вот я отправлял же тарих истории Корана теперь вот на примере той книжки я перейду к тому как у нас относятся я привез эту книжку с конференции посвященной Бегиева они проводят ее ежегодно Дум.РФ проводят ежегодно Бегиевские чтения уже пятые шестые будут должны быть в этом году наверное они все огромную работу ведут там не только там и Фейсхановские и Фагридиновские и Борудиевские чтения да вот эту книжку я привез нейтральный вопрос чистая история Корана да научно-богословский вот узкий очень я говорю пишу статейку сообщение большое отправляю на сайт на наш местный исламский не публикуется вещь короткое сообщение на одну страничку буквально что такая книга была Бегиева издана вот переиздана вернее хороший пример того чтобы следовало с этим делать дальше потом встречаю человека который выполняет роль цензора пропускает или нет я говорю как я говорю вам отправлял вы не выложили на сайте почему я говорю в Москве например его уже подняли и признали исследуют публикуют ну мне было отвечено что у них там недостаточно мечети подчиняются этому духовному управлению это такая психология гопника когда я выставлю 50 бойцов у тебя их только 20 вот это уровень во-первых интеллектуальный наш местный но и он отражает в общем к сожалению общий тренд у нас Бегиева не признают покойный Валиуллах Азрат Якупов издавал вот вот эта книга издавал ее Валиуллах Азрат Якупов лично да я им принес он издал потом я принес другую он сказал нет это не наш ислам таким же Валиулла Якупов от Бегиева отказался да он просто журналист был просто журналиста королей не встречают и потом мне Валиулла опять-таки покойный говорит да он вообще в конце жизни отказался от своих идей вот это вот как-то меня ну запомнилось потому что неожиданно ход конем да а потом недавно вот я ездил по поручению дум рф опять-таки в Турцию собирать все что Бегиев можно найти изданных да вещей и там общаясь с местными учеными я это вышел на кончик нитки за который потянуть и клубок распутал откуда вот этот слух что Бегиев отказался оказывается какой-то из числа его недоброжелателей турецких больших видимо ученых пустил такой слух что когда Бегиев умер а мы помним что он умирал в Каире на руках у своих близких друзей у дочери Абдрашид Хазрата Ибрагимова который за ним ухаживал последние дни у там принцессы которые там же король и так далее вот они за ним ухаживали представляете да какие люди и вот когда он умер у него когда его стали раздевать нашли письмо на груди вот этот турок который там не был в этот момент что Бегиев в этом письме написал я отказываюсь от всего это самое грязное мерзкое инсинуация который может один оппонент я даже не оппонент получается полное ничтожество при совокупе другому чтобы навсегда перечеркнуть и выбросить его на сволку истории да вот даже турки с возмущением говорят что они не называют имя этого человека потому потому что настолько большой авторитет у них там но тем не менее такая история существует оказывается валиуллах азрат краем ух где-то вот это услышал потом начал тиражировать что бегиев отказался ну да да вот об отношении то есть отношение диаметрально противоположное то есть я не буду говорить территориально москва так или казань она так есть к сожалению но и в умах людей так же в умах людей так же вот есть у нас дали хозерат фазлы да вот эта книга которая зеленая там лежит я ему подарил мне сказал я полностью не согласен с тем что он здесь говорит но я ее своим шокердам раздал чтобы они учились как нужно формулировать свои мысли как их нужно представлять и как нужно вести полемику хотя в этом смысле он воспринял беги потому что это высший пилотаж религиозной дискуссии у нас там комбаном сунятлем и так далее наш уровень да а у них совсем другой уровень теперь коротко о книгах значит вот у нас удалось удалось в свое время в рамках проекта антология татарской богословской мысли издать три тома избранных произведений бегиева все их я перевел на русский язык сейчас готовлю четвертую там правда не знаю проект существует или нет здесь порядка наверное больше десяти произведений я могу передать вы можете по листву дальше первые исследователи бегиева они были в турции мехмед гермес написал книгу о бегиеве на основе своей диссертации он потом был министром по делам религии недавно вот он ушел после всех гюленовских дел его книгу я перевел также по его просьбе на русский язык о бегиеве потом я издавал вот такой цикл здесь только три четвертую у меня не сохранилось то есть один из четырех вот этих второй третий первый значит выпуск не сохранился к сожалению это документы которые имеют отношение к биографии бегиева к его деятельности к его идеям и так далее цикл в принципе можно продолжить дело желания одна из первых моих работ о бегиеве это вот короткое сообщение об основной теме Муса Бегиев об абсолютности Божьей милости что это вообще был за вопрос как он его решал здесь я коротко изложил некоторые вещи я писал на татарском языке это сборник моих выступлений на различных конференциях по наследию бегиева здесь несколько тем затронуто где-то пять-шесть семь может быть докладов основная работа моя это на основе моей диссертации по Мусе Бегиеву на данный момент пока другой монографии нет вот это один из последних моих переводов бегиеве уже на татарский язык то есть раньше если я в рамках антологии переводил на русский и считал что так и нужно теперь я понимаю что нужно на татарский переводить на татарский а потом уже двигаться дальше это программная вообще вещь очень интересно здесь бегиев как бы цикл не цикл а сборник очерков на разные темы казалось бы здесь и перевод корана здесь и проблема литературы и будущего нашей будущей нашей литературы проблема языка то есть чисто лингвистические тонкости здесь он проявляет себя как филолог выдающийся и ряд других вопросов в том числе конечно главный проходящий через красную нитью через всю его жизнь каково будущее ислама и мусульман и что нам делать чтобы будущее состоялось вот интересная книга она издана в Турции это как раз нашумевший вопрос об всеохватности божьей милости я к нему сейчас вернусь в двух словах дело в том что 11 год бегиев с этой идеей вышел да книга пошла в империю в Османскую и шейху-лислам ну как бы аналог нашего патриарха принимает постановление что продажу книг бегиева запретить в Турции в империи в Османской и тут же интеллигенция там а там же уже общество было очень разношерстно интеллигенция буквально начинает волну протестов и Мустафа Сабри шейху-лислам Мустафа Сабри отменяет свое решение книги начинает продаваться но что интересно хотя Мустафа Сабри понятное дело не только был против но еще и запретил пользуясь своим административным правом он что сказал единственный из современных мусульманских ученых с кем не зазорно спорить это Мусааби Геев то есть они даже будучи оппонентами все-таки признавали величину и авторитет ученых в этой книжке как раз и книга Мустафа Сабри опровержение которым писал против Бегеева и пассажи из самой книги Бегеева книги Бегеева в Турции переиздаются переводятся на турецкий и переиздаются до сих пор вот это кстати работа выполнена супругой Мехмеда Гермеза но видимо они все-таки вместе работают но тем не менее здесь подписано что подготовил к печати Гермеза перевод его супруги вот я только одно потому что их много на самом деле у меня рюкзак бы не уместилось все есть книги есть они я говорю его читают его любят большой цикл видео публикации до Абигеева на турецком языке то есть на их каналах у них каналов я вот был в отеле ну я насчитал 50 просто щелкая а на самом деле мне друзья говорят у нас 500 каналов просто все их туда как бы в отеле нет нужды ставить он популяр они много говорят нет нет турция в других странах он фрагментарно книги издали они специалисты знают о нем да еще что я хотел сказать мы снимали фильм о мусе бигееве документально художественный фильм в седьмом году получился фильм 56 минут по хронометражу три художественных такие вставки игровых их называют фильм состоялся в общем я почему сейчас о нем вспомнил там имеется у нас интервью с мехмедом гермезом и с тофиком ибрагимом тофик ибрагим а также рафаэль хакимов директор институт поскольку он тоже был включен в работу над этим фильмом я начну с хакима не свои слова приводит он говорит повторяя слова икмельдина ихсан углу который некоторое время тому назад был председателем организации исламской конференции который сейчас приравнен как бы к халифату такой вот мобильный и он говорит слова повторяя слова ихсан углу который сказал что мусульмане всего мира ждут вот этот прорыв который вынесет мир ислама на новые горизонты только от татар талфик ибрагим говорит там два фрагмента у нас интервью но ключевая фраза он говорит мусульмане всего мира не могу ждать откуда-то только татары дадут вот этот скачок квантовый переход в исламе и мехмед бигер мес говоря о бигиеве прежде всего подчеркивать чтобы понять бигиева нужно обладать колоссальным объемом знаний не зная не обладая таким объемом знаний в этом океане под названием бегиев просто утонешь и во-вторых это абсолютная прививка против всяких радикальных террористических экстремистских течений в исламе то есть люди же идут за интерпретациями кто-то им преподнес а у него в душе откликнулся хочет он голову резать но он пойдет вот если преподавать вещи бегиева внести хотя бы в образовательные программы то прививка будет по его мнению абсолютно эффективной никаких склонностей уже у людей к экстремизму не будет внести к экстремизму внести к экстремизму Продолжение следует...